В онкологическом диспансере снова мастер-классы. На этот раз в Иванове столичные хирурги из исследовательского центра онкологии имени Блохина. В четверг оперировали пищевод. Подобное вмешательство местные врачи практикуют 5-6 раз за год. Чаще не требуется, потому рука не набита. Сложность включает в себя объем удаляемых тканей, лимфодисекции так называемые, и сам объем операции. Он включает в себя много органов и систем, и практически весь организм переворачивается с над на голову. Поэтому эта операция долгие годы разрабатывалась нашими учителями, и на сегодняшний день доведена практически до совершенства. Операция, которую выполняли в пятницу, для нашего региона вообще уникальна. У молодой пациентки рак легкого. Операция, она будет носить, скажем так, закрытый характер. То есть мы не будем делать торакотомию, то есть открытие грудной клетки. А операция на легком, а операция будет большая, удаление верхней доли левого легкого. Эта операция будет выполняться через два небольших прокола в межреберии на грудной клетке. Столичные медики подтверждают, регионы только начали осваивать подобные вмешательства. Между тем, в Москве около 90% операций на легком выполняют из малоинвазивных доступов. Суть доступа заключается в том, что вмешательство выполняется из так называемых точек доступа, из торокопортов. Это четыре кожных разреза, два пятимиллиметровых и два сантиметровых. И преимущество методики состоит в том, что данная методика позволяет ускорить реабилитацию пациентов после оперативного вмешательства. Больные могут быть выписаны домой на третий-четвертый сутки. После такой операции пациента, как правило, сразу отправляют в обычную палату. Наркотические энергетики ему не требуются. Человек быстро восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Правда, с этим видом рака, как и с любым другим, главное не затянуть и вовремя обратиться к специалистам. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.